Нынешняя зима выдалась богатой на ветреную погоду. Синоптики только успевали объявлять оранжевый, а то и красный уровень опасности. Местами порывы достигали 32 метров в секунду. Январский ураган оставил о себе напоминание по всей стране. Досталось и лесу. Глава государства еще во время послания к белорусскому народу поручил оперативно разобраться с ситуацией, а накануне еще раз поднял тему и поставил дедлайн – 15 марта. Сегодня лесхозы ведут активные работы, в их числе и Бобруйский. На территории лесхоза в 2022 году в результате шквалистых ветров зарегистрировано 365 гектар насаждений, требующих проведения на них рубок. На 93% территории уже работы по уборке поврежденных насаждений проведены. И осталось данной работы провести всего лишь на площади 22 гектара. Еще одна причина ускорить работы – весна. Пока земля замерзшая, особенно в болотистых местах, она позволяет технике въехать в лес без проблем. Сейчас Бобруйский лесхоз на завершающем этапе. Сжигаются ветки и гнилые бревна. Все то, что нельзя пустить на переработку. Трудятся здесь около 150 человек. Если, допустим, это не убрать, это, во-первых, в первую очередь пожароопасный период, когда наступит, когда немножко, чуть-чуть подсохнет, оно может просто как порохнуть. Поэтому, если это не убрать, это просто будет беда. Лес, он как и маленький ребенок. Его нужно и вырастить, и выхалить, и дать ему, скажем так, дорогу в жизнь. Вот поэтому в народе просто наша профессия называется санитары леса. К сроку, поставленному главой государства, весь лесоматериал вывезут к дороге. А к первому апреля завершат оставшиеся работы. Затем бревна отправятся на пилорамы, в мебельные цеха и на переработку в пилеты. Белорусским деревьям подарят вторую жизнь. Когда работы завершатся, очищенные территории ждет восстановление. Здесь высадят почти три миллиона молодых деревьев из бобруйского питомника. Это сосны и ели. По оценкам специалистов, ураган повалил больше половины месячной нормы от плановой вырубки. На восстановление пострадавших массивов отведено три года, но специалисты рассчитывают справиться быстрее. Лес, как любой живой организм, восстанавливается и перерождается самостоятельно. А вот люди могут сделать все, чтобы помочь ему. Карина Гуревич, Максим Галеонко, Бобруйск, 360.